Всем привет! Вы на канале Апрель. Подведем информационные итоги этого дня. Меня зовут Манас Айджигитов. Крупный пожар произошел в городе Караболта. Очевидцы сегодня утром сняли на видео огромный столб черного дыма. Горел одно из производственных помещений стекольного завода. Огонь тушили два пожарных расчета МЧС и четыре расчета нефтеперерабатывающего завода Джунда. Причины пожара сейчас выясняются. По предварительным данным, он вспыхнул во время сварочных работ на крыше цеха формовки. Сообщается, что пострадавших нет, всех рабочих успели эвакуировать. Задержаны лжечикисты, ограбившие российских туристов на трассе Бишкек-Торугард. Найти их, как отмечает в милиции, удалось благодаря записям камер безопасного города. Как рассказали пострадавшие туристы, два дня назад их на трассе остановили двое мужчин на машине БМВ. Они представились сотрудниками ГКНБ и провели обыск в личных вещах и в салоне автомобиля иностранцев. Туристы вскоре обнаружили, что лжечикисты украли у них 10 тысяч рублей. В Москве полицейский расстрелял своих коллег. Он открыл огонь по сотрудникам службы собственной безопасности, которые хотели его задержать за вымогательство взятки в 2000 рублей у мигранта из-за отсутствия прописки. В результате стрельбы погиб один сотрудник ОСБ, второй госпитализирован с тяжелым ранением. Позже подозреваемый был задержан. Им оказался 35-летний сотрудник полиции московского метрополитена. В СМИ также пишут о другой версии случившегося. Якобы он открыл стрельбу из-за того, что его коллеги подбросили еще одну тысячу рублей к тем деньгам, которые он получил в качестве взятки. Министерство иностранных дел просит перевести под его ведение госслужбу миграции. Против выступает Общественный совет миграционного ведомства. Его члены направили обращение президенту, правительству и Джогурху Кенешу. В нем они просят не отдавать службу МИДу и советуют наоборот повысить ее статус. Госслужба миграции, как отмечается в обращении, несмотря на небольшой штат, решает многие актуальные для страны задачи и вносит вклад в снижение социальной напряженности. При этом, добавляют они, служба не имеет хорошего рабочего помещения. Сотрудники сидят в кабинете без окон, а заседания и совещания проходят в холодном подвале. Меж тем, Нацбанк сообщает, что сокращается объем денежных переводов наших соотечественников, работающих за рубежом. Если за 7 месяцев прошлого года кыргызстанцы на родину отправили 1,5 миллиарда долларов, то в этом году за столько же месяцев на 157 миллионов меньше. В связи с чем идет снижение, Нацбанк не поясняет. Эксперты же связывают падение сумм денежных переводов с тем, что мигранты стали вкладывать деньги в приобретение недвижимости в России. Президент Сорунбай Джейенбеков сегодня вручил государственные награды деятелям Кыргызстана и других стран. Звания Героя Кыргызской Республики удостоены государственные деятели султан Ибраимов и Турабай Кулатов. Знаки отличия Акшумкар вручили сегодня их детям. Всего награды разного достоинства. Из рук главы государства получили 164 человека. Это медицинские работники, представители сфер образования, культуры, литературы, сельского хозяйства, строительства и военнослужащие. Среди награжденных не только отечественные деятели. Орденом доступ награждены кардиохирург из Казахстана Сейдхан Джошимбаев, его китайский коллега Ван Чжэнь, а медалью данк российский доктор кардиоцентра имени Бакулева Алексей Ким. Сегодня в парламенте премьер-министр выступил с докладом по событиям на кыргызско-таджикской границе. Выступил он за закрытыми дверями только перед депутатами, никакой прессы и наблюдателей. Поэтому все детали конфликта на границе и нюансы переговоров между Кыргызстаном и Таджикистаном для широкой общественности по-прежнему недоступны. Но некоторые из них все же раскрыли. Например, о том, как после конфликта разговаривали между собой премьеры двух стран. Разговор, говорят, между ними был очень серьезный. И как рассказал журналистам депутат Бакыт Турабаев, премьер-министр Кыргызстана предъявил своему таджикскому коллеге очень жесткие претензии. Претензии о том, что друзья не стреляют друг друга из минометов. Что на это ответил его таджикский визави, неизвестно. Поделился информацией о событиях на границе и глава пограничной службы Уларбек Шаршеев. Он рассказал журналистам об итогах переговоров представителей погранслужб двух стран. Пришли единому мнению прийти к исходному, то есть поставить на 14 сентября, когда еще никакие работы не проводились, отвезти дополнительные силы и средства, которые прибыли на усиление непосредственно к линии границы, охрану осуществлять штатным подразделением границы, организовать в селях недопущения конфликтные ситуации между гражданами, организовать совместное патрулирование сотрудниками правоохранительных органов именно управления внутренним делом Баткенской области и Сахдейской области Республики Таристан. Кроме этого, в селях скрепления дружбы между жителями и приграницей территории, так как именилась проблема футбольное поле, организовать культурные мероприятия, спортивные мероприятия, именно непосредственно на этом поле, чтобы более тесно сблизить наши народы. Ну а что депутаты, то они, как всегда, выслушав отчет, стали предлагать идеи. Надо, говорят они, перевести погранслужбу в Баткен. Надо создать отдельное ведомство по границам. Та комиссия, которая сейчас есть, плохо работает, и нужно повысить ее статус до уровня госагентства или госкомитета. А некоторые предлагают, чтобы добиться компромисса. В переговорах с Таджикистаном использовать максимально все рычаги воздействия, вплоть до закрытия дорог, границы, экономической блокады. В итоге, устав от предложений, депутаты решили рассмотреть, как правительство исполняет данные ему ранее поручения по границам. Решили узнать, но не сегодня, не завтра, а на следующей неделе. Заседали сегодня и члены государственной комиссии по расследованию событий в Койташе. Вроде как говорили, что оно будет закрыто, но судя по тому, что наши коллеги из Азатыка ввели оттуда прямую видеотрансляцию, то у пользователей интернета была возможность узнать, о чем там шла речь. Сегодня на заседание были приглашены депутаты Ирина Карамушкина, Асель Кудуранова, бывший глава управделами президента и правительства Туруспеку Эналиев и экс-начальник чекистов Абдиль Сигизбаев. Кудуранова, как отмечается, отказалась от сотрудничества с этой комиссией. Она не пришла, ну а тем, кто пришел, говорят, учинили настоящий допрос. Мы слышали, что вы были ранены. Это так? Да, я был ранен резиновой пулей в ногу. А кто-то это зафиксировал, где-то об этом написано, просто многие говорят, что вы не были ранены. Я не знаю, кто это говорит, бог им судья, после ранения первую помощь мне оказали медики из села Лебединовка, потом меня привезли в Бишкек. А вот и реакция на работу этой комиссии. Известный в стране правовед, бывший депутат, директор правовой клиники Чулпон Джакупова решила высказаться на этот счет, но для начала решила спросить в соцсетях, а кто-нибудь видит разницу между полномочиями этой комиссии и следствием? А у нас вообще нет положения госкомиссии. Вообще нет. Их работа не регламентирована ничем. Они должны были вначале поставить задачу, какая задача стоит перед госкомиссией. Второе. Я не понимаю, есть контрольные полномочия у конституционной, контрольные полномочия у Джорджа Кенеша. Госкомиссия создается распоряжением премьера Балгазии. Во главе госкомиссии стоит, назначается, как бы, куратор по силовому блоку. Но это же прямой конфликт интересов. Следователи на днях обыскали головной офис партии СДПК, который находится в здании медиафорума. Ирина Карамушкина уверена, они искали документы и печать партии, но, видимо, не нашли. О том, что в сейфах их не оказалось, первым раструбил почему-то Саганбек Абдрахманов, тот самый, который объявил себя председателем партии. Почему следователи раскрывают, по сути, сугубо служебную информацию человеку со стороны, разбирался Ханат Канеметов. Вот ему сейчас Чокмору памятник делается. Мы сейчас два памятника делаем же. Постоянные критики Саганбек Абдрахманов привык. Раньше его ругали за неудачный памятник Чокмору возле кинотеатра АЛАТО. Сейчас же подвергают астракизму за то, что выполняет политические заказы властей. Бывшего губернатора Чуйской области в СМИ связывает с братом президента Аслабиком Джейнбековым. А кто нас финансирует у нас? Мы сами. Никто там не Аслабик. Аслабик никогда в этом не участвовал. В это окружение экс-президента не верит. Саганбек Абдрахманов создал движение СДПК без Атамбаева. Позже провел лжесъезд социал-демократов, объявил себя лидером партии и даже смог уговорить Минюст внести изменения в реестре политорганизации. Председателем СДПК в базе данных с недавних пор значится Абдрахманов. Без поддержки властей такое не могло произойти. Об этом мы год назад еще заявляли, что Саганбек Абдрахманов является просто марионеткой в руках политических сил. Останавливаться на этом Саганбек Абдрахманов не собирается. Теперь он требует от Атамбаева вернуть ему печать и учредительные документы партии. Их во время обыска в форуме не нашли, жалуется он. Выемку документов, когда делали следственные комитеты, я спрашивал у этих милиционеров. Они все дружно говорят, что ни печати, ни свидетельств их там нет. С какой такой стати милиционеры отчитываются перед Абдрахмановым о результатах следственных действий, недоумевают социал-демократы, естественно, те, кто с Атамбаевым. Власти заинтересованы в политическом рейдерстве СДПК. Значит, они в сговоре действуют? Откуда знать Саганбеку Абдрахманову, что печать оригинала документы не в офисе СДПК? В офисе СДПК и вправду недавно был обыск. Забрали документы, компьютеры, социал-демократов, форум не пускают. Впрочем, как и журналистов телеканала «Апрель», в фойе здания уютно обустроились бойцы спецназа МВД. Привезли электрочайник, телевизор, даже книги. Круглосуточная охрана, вход строго по пропускам. Саганбек Абдрахманов не сомневается. Отобрать партию у Атамбаева ему удастся. Планы у него наполеоновские. Как минимум, попасть в парламент. СДПК будет провластной будущим, потому что на это логика вот такая. Документы и печать партии находятся в надежном месте, сообщают в СДПК и добавляют в руках Абдрахманова. Они не окажутся никогда. Из форума их давно вывезли. Канад Канеметов, Кайрат Сарбагышев, телеканал «Апрель». Ну а теперь опять поговорим об учебниках. Очередная партия книг, отпечатанная во Вьетнаме, Италии, Индии, прибыла в Кыргызстан опять с браком. В некоторых из них отсутствуют страницы, другие оказались косыми обложками, перепутанными темами. Всего на средства Всемирного банка, это более 7 миллионов долларов, было отпечатано более 3 миллионов экземпляров учебников. Теперь библиотекарям приходится вклеивать каждый учебник вкладыши с исправлениями. И вот, что нам по этому поводу рассказала библиотекарь одной из бешкетских школ. В математике, да, действительно, там меняют местами, смысл меняется местами. Вот эти все опечатки, какие были замечены, они во все учебники были вклеены, и детям розданы уже вместе с этими вот наклеенными, замеченными опечатками. Ну, достаточно много пришлось вклеивать. Ну, больше тысячи, наверное, было по всех полностью учебников. Ну, мы вместе, дружненько, мне помогли. Представляете, это во время урока ученик должен несколько раз нырять в конец учебника, чтобы ознакомиться с правильным вариантом. Больше всего опечатков в учебниках по кыргызскому языку для пятых классов, но ошибки и опечатки – это всего лишь вершина айсберга. Исследовательский институт Булан опубликовал довольно обширный доклад, мы внимательно его изучили. Министерству образования и его уполномоченным органам, наверное, тоже не помешало бы это сделать. Вот лишь некоторые выдержки из этого доклада. Ошибки в новых учебниках – это только вершина айсберга. Согласно докладу института Булан, нарушения начались еще на этапе тендера. Так, типография «Аркус» начала опечатать учебники по математике для пятых классов еще до его проведения. А авторы учебников по истории и вовсе оказались не в курсе, что их рукописи были представлены на конкурс. За их счет искусственно увеличили количество его участников. В так называемом конкурсе преобладающим фактором выступают личные связи. Обеспечивается победа нужного человека в конкурсе. Так бывало, что рукопись поступала в Академию в качестве победителя. Посмотрели и убедились в том, что она не соответствует школьной программе. Не отвечает требуемым стандартам, написано безграмотно. Были выявлены сотни ошибок в содержании учебников. В школах острая нехватка учебников. Родители отправляют покупать то один, то другой. А в подземных переходах, между тем, все учебники есть. Мистика какая-то. Теневая система по обогащению за счет авторов книг продолжается. Мою книгу в подземках продают по 250 сомов. А ведь издание учебника осуществлялось при поддержке Всемирного банка. Следовательно, книга должна была дойти до школ и раздаваться детям бесплатно. Где и каким образом и через кого учебник появился на рынках? Для меня это остается загадкой. Сначала напечатали одну партию, но она оказалась с ошибками. Вернули на доработку, пришла другая партия и тоже с ошибками. Детям целый год пришлось учиться без учебников. Учителя выкручивались как могли. По математике мы не знали, как проводить занятия. И в конце концов высказались. Мы целую четверть прождали поступление книги. Что мы и дальше будем ждать книгу? Вообще не проводя никаких занятий? Затем по старой программе мы пошли обратно и вернулись к прежним темам. Кое-как завершили прошлый учебный год. Поступили новые книги, проставили печать и приняли. Начали пролистывать каждую страницу, просматривая книги. В одной из книг с 17-й страницы сразу переход на 33-ю страницу. Некоторые страницы вообще отсутствуют. Поэтому некоторые темы в отдельных книгах находятся в середине книги, а в других в самом конце книги. Как ребята будут обучаться по этим книгам, я не понимаю. Но самый интересный момент – это деньги. Ну вот, например, в этом году наше правительство заключило с Европейским Союзом договор о совершенствовании системы образования в Кыргызстане. 35 миллионов евро должен выделить Европейский Союз на образование в Кыргызстане. И что вы думаете, вся сумма пойдет на эту благую цель? Как бы не так. Из 35 миллионов евро, которые Евросоюз выделяет в качестве гранта на реформу сферы образования, 32 миллиона уйдут на поддержку республиканского бюджета. Сколько там остается на образование? Ну вот еще информация к размышлению. На издание 129 наименований учебников Всемирный банк выделил около 7,5 миллионов долларов. Из них 45% пришло в виде грантов и остальные 55% в виде кредита на 38 лет с процентной ставкой 75 сотых. При этом после завершения проекта первые 6 лет можно не платить по долгам. Но уже с 2026 года за эти учебники с ошибками мы должны будем начать выплачивать кредит. Юлия Кулешова, Дмитрий Толстогозов, Хасан Гафиров, Телеканал Апрель. И закончим выпуск замечательной новостью для любителей спорта. В эти дни в Нурсултане проходит чемпионат мира по спортивной борьбе Айслу Тыныбекова в шаге от золота. Наша атлетка в четвертьфинале победила представительницу Японии, в полуфинале спортсменку из Северной Кореи. Этот результат позволил Тыныбековая завоевать лицензию на Олимпиаду, которая пройдет в следующем году в Токио. Вот такие на сегодня были новости. Всем спасибо за внимание. Берегите себя. Увидимся завтра. Пока.